В преддверии Дня Матери губернатор Василий Юрченко вручил почетные награды жительницам области. Знаком отличия за материнскую доблесть награждают матерей, семьях которых пять и более детей. Среди них и жительница Колывания Анастасия Лискина. С многодетной мамой встретилась и наша съемочная группа. Анастасия Лискина счастливый человек. И вот ее счастье. Рядом с ней четыре сыночка и лапочка-дочка. Старший сын Никита сегодня живет в городе, учится в техникуме. А совсем недавно стало известно, что он примет участие в эстафете Олимпийского огня. Младшие только делают первые уверенные шаги, но уже радуют родителей. Мы этому рады, на самом деле очень. Потому что это здорово, это всегда много-много позитива. Вот с ними смеешься, радуешься. Вот кажется, хоть устал, там где-то ходил, уже не спал. Ну вот он тебе улыбнулся, этот малыш. Ну, кажется, все забыл. Кажется, так хорошо. И вот какое-то внутри спокойствие, счастье такое, кажется, здорово. В принципе, конечно, положительного больше, чем. Ну, понятно, там какие-то хлопоты дополнительные, естественно. Суета, да, вот это вот. Времени катастрофически не хватает. Ну, вот как бы можно потерпеть вот за эти вот, за смех, за улыбки. Еще думаешь, вот чему там в жизни обрадуешься, как вот посмотришь, как они играют там, или друг друга обнимают, или еще что-то там делают. Забавно, здорово. Юбочки, бантики, синяки, царапины. С детьми хлопот не в проворот. Но в этом и есть главное счастье, признается Анастасия Викторовна. Это аксиома жизни для многодетных семей. Они рожают, несмотря ни на что, не надеясь на помощь со стороны. Последнюю новость здесь обсуждали долго. В считанные минуты обычную маму сделали героиней. Знак отличия за материнскую доблесть. Награда неожиданная, но очень приятная. Она добрая, хорошая. Всегда поможет в трудную минуту. Кроме того, к награде Анастасия Викторовна получила единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей и право на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг. Но и это не главное, признается многодетная мама. Главное – это семья, в которой царит понимание и уют. И в продолжении темы. Дороже ее нет никого. Сегодня в Центре социального обслуживания населения чествовали приемных мам района. Благодаря им сотни мальчишек и девчонок обрели семьи. «Если был бы я девчонка, я бы время не терял. Я б на улице не прыгал, я б рубашки постирал». Улыбки, нежные слова и теплые объятия. В День матери эти дети точно знают, за что благодарить. В семье Марины Муравьевой уже три приемных ребенка. Два мальчика и девочка. Сил и любви хватает всем. Мало того, на днях на воспитание не возьмут еще одну девочку. Быть ласковой, любящей и заботливой мамой и в то же время успевать работать и выполнять домашние дела, конечно, нелегко. Но таких опыт их только в радость. День матери – это самое главное, когда мои дети здоровые, счастливые, когда просыпаются, у них улыбка на лице. И добрый день, доброе утро мамам. Больше, кажется, роднее таких слов, больше и не надо. Самое главное, конечно, дети в семье, которая любит их без исключения. Бабушек, дедушек – все мы их очень любим. Родители всегда рядом, всегда готовы отдать последнее тем, кого считают смыслом своей жизни. День матери в этих семьях – чуть ли не главный праздник. Маму любят и не стесняются напомнить об этом каждый день. Той, которая держится в их заботливых руках, уют и взаимопонимание, мир и душевную теплоту. Так, как это может сделать только мама. Люблю ее, уважаю. Это хорошая, добрая. Учит меня к всему. Ты ее слушаешь? Да, помогаю ей. В зале собрались те люди, для которых приемные дети стали родными. Приемная семья – альтернатива детскому дому. Этот институт активно развивает последние несколько лет. Помощь специалистов, зарплата приемным мамам. Но это не главное, ведь без материнской любви ни одна такая семья не сохранилась бы надолго.